всем здравствуйте у нас продолжение нашего разговора про питончик для начинающих сразу скажу что мне тут уже прилетела обратная связь что не очень у нас получился для начинающих я постоянно забываю о такой штуке что у нас разговор не только про язык программирования но и про само программирование в том числе должен быть причем достаточно неспешный и не требуя не не допускающий каких-то непоняток вот поэтому я в очередной раз всех призываю приходить к нам в чатик вот и со своими вопросами не стесняться там есть какое-то количество немало людей вполне не сведущих в питоне и они с удовольствием помогут начинающему если возникнут какие-то ну вот совсем проблемные проблемы вот да и не совсем если вам прям вот совсем страшно идти в сообщество можете обращаться ко мне вот но в большинстве случаев я такие вопросы все равно буду форвардить сообщество чтобы разбирать их там ибо не бывает глупых вопросов практически вот бывают плохие объяснения и было бы неплохо если бы вопрос который возник в голове одного человека странслировался на всех остальных потому что скорее всего в голове других он тоже возник вот такая вот картина я попробую сегодня разобрать одно домашнее задание в качестве пример того как предполагалось думать вот поэтому у нас сегодня такая немножко тема упрощенная ну как упрощенная нет там будет над чем подумать но на самом деле тему циклов мы конечно же продолжаем прежде чем переходить к тем самым новой теме которая строка значит который строки я хочу еще раз напомнить о том что невозможно научиться программировать если вы собираетесь учиться еще и программировать не только языку слушая лекции и даже невозможно научиться программировать делая там два три две три четыре домашних задачи в неделю это невозможная вещь так не бывает вот поэтому если внимательно смотреть на наши лекции мы можем заметить сейчас секунду посмотрим внимательно мы можем заметить что обычно в конце домашнего задания бывает такая маленькая такие две маленькие ссылочки ссылочка на учебник который называется think python вот он слегка по-другому устроен чем другие учебники я даже одно время пытался по нему преподавать мне не понравилось потому что у меня голова устроена не так но возможно он зайдет вам вот в учебнике think python есть какое-то количество примеров эти примеры надо отщелкать руками вот вообще всякий раз когда в домашнем задании написано отщелкать да это буквально означает следующее что если вы не готовы решать домашнее задание которое предлагается вот здесь не готовы решать задачи и соответственно чувствуешь что вас не хватает некоторой некоторой привычки к работе для этого в эту привычку у себя формируете да это одна непременная часть освоение такой практической дисциплины как программировал и вот формирование этой самой привычки это и есть прощелкивание примеров прям руками вводить что здесь написано и получаете ответ пишите вот эти функции получаете ответ про функции функции у нас еще не было ну я уже говорил это немножко по другому ориентированный учебник вот если вам плохо заходит наша лекция загляните туда и не менее обязательное это ссылочка на python tutor даже более обязательно я бы сказал это аналогичный нашему курс похожий очень на русском языке в котором в отличие от лекции упражнения делаете вы ахания да вот тут есть большое количество упражнений которые надо отщелкать видите выполнить вот и еще большее количество задач вот у меня в лекции 4 задачи а здесь как видите их при изрядно предполагается что вы эти задачи делаете подряд или выборочно до тех пор пока не поймете что все что здесь написано вам под силу нету необходимости в том числе для того чтобы получить оценку по спецкурсу нет необходимости решать все задачи по танк тюторе такая необходимость есть если вы собираетесь научиться программировать потому что по четырем задачам которые у нас обычно появляются в конце лекции научиться программировать нельзя хотя бы уже потому что они достаточно достаточно непростые эти четыре задачи то есть не имея достаточного примитивного опыта в написании программ решить их достаточно довольно тяжело давайте что ли ради ради интереса разберем задачу номер два про площадь пересечения просто чтобы понять как все это работает кстати сказать могу еще раз напомнить я это уже говорил в чате и это где-то написано в наших лекциях что большая формулировка задачи на который имеет смысл смотреть всегда есть на сайте и только на сайте она доступна вот по этой ссылочке вот большой формулировки помимо условия ввода и вывода есть подсказки в количестве а для тех кому подсказок мало есть что так называемый спойлер который появляется когда нажимаем кнопочку комментарии вот он вот этот спойлер нужно записать в столбик как программу и перевести на питон с русского обычно это помогает решить вот я забыл сказать что дедлайн продлен вот с учетом того что до до воскресенья с учетом того что пожалуйста наработайте сначала какую-то практику на примитивных упражнениях а потом уже идите решать задачи они тоже простые но они не примитивны и вот ну давайте разберем задачу номер два чтобы было понятно о чем идет речь она выглядит самой мутной на самом деле она очень простая значит задача номер два очень простая у нас вводится до в степень n целых чисел не равных уходит 20 2 n целых чисел не равных нулю в том смысле что у нас вводится число 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 вот попарно до тех пор пока не вводится два нуля два нуля являются концом этой последовательности вот и не входят в список в данном случае в списке у нас три пары чисел 1 2 3 эти числа интерпретируются как координаты левых верхних вершин квадратов которые мы вводим и задача стоит в том чтобы найти площадь такой фигуры который блюд всем этим квадратом одновременно на первый взгляд кажется что это очень страшная фигура получится отрезаем по квадратику из некоторой площади получаем какую-то ерунду вот и для того чтобы рассеять эти сомнения существует пояснение вот она в котором буквально написано вот как интерпретируется этот вот и вот главное соображение потому как решать задачу смотрите если мы возьмем квад два таких квадрата просто два первые два их пересечения всегда прямоугольник это понятно почему пересечении двух квадратов всегда прямоугольник ну или она уже сразу пусто и тогда мы говорим ребята все задача не решаем и у нас уже первый два квадрат не пересекли и так пересечения первых двух квадратов всегда прямую пересечения прямоугольник размера которого меньше ну или не больше чем 1000 на 1000 с квадратом тысячу на тысячу тоже всегда прямоугольник поскольку квадрат слишком большой он не может из нашел меньшего прямоугольника отсечь пересечь с ним таким образом чтобы осталось что-то ну не квадратные и не прямоугольные таким образом сколько мы не пересекаясь а вот эти самые сколько мы не пересекай вот эти перебоугольники друг с другом на самом деле их пересечении всегда будет прямоугольным нужно квадрата извините вот можете проверить это но это правда соответственно весь алгоритм незаметно превращается в последовательный мы берем зафиксируем первый квадрат который у нее есть какие-то координаты и чем я вы просто их нарисуйте нарисуйте на клетчатой бумаге очень помогает давайте я нарисую на клетчатой бумаге вот действительно чё это я чан рисуем вот у нас будет только вот так вот вот у нас будет первый квадрат сейчас только да то кстати мы мы еще сделаем вот здесь вот вот так и потолще вот вот у нас будет первый квадрат размером 1000 на 1000 вот эти сделаем прозрачным чтобы было видно что они и вот если у нас в списке только один квадрат и соответственно вот в этой последовательности у нас всего четыре числа это первая вершина квадрата и 0 0 то значит у площадь пересечения будет ровно такая размером с один квадрат то есть там что это миллион 1000 на 1000 миллион дальше приезжает второй квадрат вот он он может быть как-то вот так расположен он может уехать куда-то далеко алгоритм изложен более-менее в спойлер давайте нажмем комментарий читаем спойлер вот запомним 1000 на 1000 как исходное пересечение а после каждого следующего пересечения обратите внимание происходит следующая вещь как вам и ну давайте мы его это пересечении обозначим да вот она сейчас вот она вот после каждого пересечения происходит следующая вещь наши координаты левого верхнего угла могут только ехать в этот в правую сторону вот то есть если считать что 0 0 на находится слева вверху как это бывает в компьютерной графике то когда мы у нас приезжает следующий следующий прямоугольник где бы он не находился до координаты абсцисса x этого левого верхнего угла прямоугольника будет либо оставаться на месте вот как в таком случае да где было и раньше вот это старый прямоугольник это новый давайте его перекрасим в более так новый черный а старый серый да а старый серый вот да вот этот старый это новый вот над приехал новый прямоугольник и области их пересечения ее левый верхний угол никогда не станет левее он может только правее стать вот правее может пожалуйста вот так левее не может то же самое с координаты верхней да значит эта координата может ордината может расти только вниз и никогда то есть она либо останется такой как есть вот в случае если новый прямоугольник оказался выше старого либо пойдет вниз то есть координаты левого верхнего угла идут могут либо остаться на месте либо сместиться влево либо сместиться вниз либо сместиться влево и вниз совершенно такая же картина с грубо говоря шириной и высотой или координатами правого нижнего угла она они тоже могут либо остаться на месте либо сместиться вверх и вправо и влево потому что наш понятно потому что область уменьшает таким образом получается что в нашем вот этом прямоугольнике которой обозначает пересечение это прямоугольник прямоугольники которые обозначают пересечении лево и верхние координата и и Particularly лево-верхнего угла и координат правого нижнего угла стремятся друг другу они так стремятся 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 потому что вот вот так вот было пересечение потом приехал еще один и в тот момент когда они разъедутся то есть приедет новый прямоугольник а он вообще не пересекается со старым вот с областью пересечения не пересекается в тот момент когда они разъедутся мы скажем что площади не существует а пока они еще не разъехались и приближаются друг другу площадь этого прямоугольника и будет нашим ответом. Вот примерно такая картина. И примерно это же написано в спойлере. Когда мы пересекаем две фигуры, у нас либо не меняются их координаты лево-верхних углов, либо едут вправо-вниз. У нас либо не меняются координаты их правых нижних углов, либо едут влево-вверх. На этом можно было бы разборы закончить. Я не стану делать сейчас все-таки не стану писать алгоритм, потому что у нас еще не закончилось домашнее задание, но сделаю его разбор. Ну, потому что мне уже говорили, что тяжеловато. Напоминаю, что надо сначала пройти упражненьки, если пройти в этом самом на Python Tutor. Если вы их прошли, скорее всего, наши задачки вам не станут, не покажутся такими сложными. Вот примерно так. Еще одна тема, которую я забыл, вернее так, которую я вывалил в домашнее задание, забыл рассказать, или вернее не рассказал и отложил в домашнее задание на самостоятельное изучение, это работа с функцией print. Кстати сказать, если бы вы сходили вот куда-то вот сюда, то вы бы увидели эту работу с функцией print, там она есть. У функции print есть дополнительный параметр sep и дополнительный параметр end, который что-то такое делает. Вот предполагалось самостоятельно исследовать, что он такое делает. Вот. И люди здесь, вы знаете, на чем застопрились? На том, что они копипастят вот это в питончик, а им говорят ошибка. Да? Ну, давайте, я обещал, что буду пользоваться только idle, значит, буду пользоваться idle. Вот. Вот, значит, они копипастят это в питончик, а им говорят ошибка. И они говорят, аааа, все, это неправильный пример, мы не понимаем, чего делать. Значит, в действительности надо доверять, надо доверять электру. Если электр говорит, что этот пример работает, значит, он в каких случаях работает. Давайте посмотрим, в каких. Ну, для начала, понятное дело, что вот это вот смещение в примере в питоне, оно является ошибочным. И тут написано, что оно ошибочное. Поэтому надо было делать, конечно, вот так. Вот так. Сейчас. Вот. Ну, и понятное дело, что опять здесь пишется какая-то ошибка. Напоминаю, ошибки для вас, да, то есть надо было прочесть, что тут написано. Тут написано, что они определено. И очевидно, что они определено. Ну, так давайте его определим. Вот. Вот теперь все будет работать. В том числе будет работать, ну, вот, в том числе будет работать и пример с сепаратором. вот, видите, оказывается, сепаратор, это то, что выводится принтом вместо пробела. Вы можете сюда написать даже вот что хотите. Вот. То же самое относится к Yen, единственное, что надо понимать, что у нас Yen этот самый. После, ну, так мы не увидим результатов работы. Здесь не зря два принта подряд, да. Вот если мы напишем два принта подряд, то выяснится, что, выяснится, что обычный принт. Вот, давайте так сделаем. Ой, что это было? Обычный принт, вызванный дважды. Вот. Между этим принтом и этим перевелась строчка, а если мы вызовем его, заменив Yen, то эта строчка не переведется. Вот и вся, вот и вся премудрость, в общем, вот. Соответственно, этот символ подменяет разделитель между теми выражениями, которые у нас в принте лежат между запятыми, а этот символ подменяет то, что выводится в конце. Вот это домашнее задание, которое нужно было почитать, пощелкать и поделать. Делать продолжаем. У нас сегодня новая тема. Новая тема у нас про строки. Разумеется, мы не говорили ни про функции строки, ни про формальные строки. Вот. Тут нетерпеливый человек по имени Бибку Бива все хочет, чтобы мы очень быстро бежали по Питону, вот. В то время, как часть людей жалуется, что им тяжело решать задачи. Вот. Мы довольно медленно будем идти по Питону. Для тех, кто хочет бежать быстрее, милости прошу в мой курс для факультета ВМК, для тех, кто знает язык программирования, там, вам там самое место. Здесь, как видите, все не быстро. Собственно, строки такая простая штука на самом деле, что не очень понятно, что с ней такого, ну, что с ней такого необычного, хотя в действительности ну, не все так просто, конечно же. Вот. Мы знаем, что в Питоне, может быть, это даже я показывал в первой лекции, что в Питоне есть строковые переменные, ну, точнее, строковые объекты, их можно именовать именами. Вот. Этот самый строковый объект, он имеет тип строка. Вот. И его можно, его можно, как это сказать, с ним можно выполнять всякие операции. Например, его можно умножить на число, и у нас получится просто строка, склеенная сама с собой несколько раз. Вот. А у нас получится строка, склеенная сама с собой несколько раз, потому что на самом деле его еще можно складывать. Вот. Это тот же самый результат нам даст. Да? То есть строки можно как-то складывать. Ой. Вот. Причем обратите внимание на то, что если я напишу вот так, то у нас будет создано два числовых объекта и сложены по правилам сложения чисел, да, прибавится единичка к пяти. А если я напишу вот так, у нас будет создано два строчных объекта, и они сложатся по правилам сложения строк. А строки у нас как складываются, склеиваются друг с другом. И эта единичка просто приклеится в качестве строки в конце. Видите, я вот здесь вот ошибся, и никого, никого это не напугало, потому что склеить две строки можно путем склеивания двух строк, неважно, что там внутри лежит. Да? Сложение строк и умножение на число. Напоминаю, что питон является языком программирования со строгой типизацией, что означает, что мы не можем совершать операции над такими объектами, над которыми они не определены. Если вам кажется, что это довольно естественное не совершать операции над объектами, над которыми эти операции не определены, то могу вас расстроить в очень многих языках программирования. В случае, если над двумя объектами операция не определена, где-то под ковром начинается шуршание, и исполняющая система думает, на какой бы, к какому бы типу ваш объект преобразовать, чтобы все-таки его сложить. Значит, ну смотрите, вот допустим, вот такая вот операция в питоне просто запрещена, как видите. Питон говорит, что он не знает, как складывать, или как, вернее, приписывать числовую единишку в конец строки. Почему? Потому что у нас слева объект типа строка. Да? Давайте сделаем a, n равняется n, 1. Да? У нас слева объект типа строка. Это было слово type, а я ошибся. Вот. А справа у нас объект типа число int. Да? И если мы пытаемся их сложить, питон честно говорит, эти объекты сложить нельзя, идите лесом. Вот. В некоторых языках программирования в этом случае будет, например, попытка преобразовать либо левую часть к числу либо правой или к строке и все-таки их как-то сложить. Вот питон так не делает никогда. И это что касается операций над строками, над строками объекта. Строку объекта можно сравнивать. Это довольно интересный разговор, потому что, смотрите, вот у нас есть две строки и понятно, как они сравниваются на равно и не равно. Да? Вот у нас a запятая b равняется там q, и очевидно, что эти две строки равны. очевидно, что эти две строки равны. А если, скажем, b у нас будет равно чему-то другому, очевидно, что эти две строки не равны. ну или a не равно b. Да? Мы с вами сравнение проходили. Вот сроки строки на равно и равно и не равно и не равно и сравниваются именно вот так. Гораздо интереснее ответ на вопрос, как сравниваются строки на больше или меньше. Вот считается, что a больше, чем b. все последности в питоне, включая строки, причем строки, пожалуй, сложнее всего, остальные еще проще, сравниваются на больше и меньше лексикографически. Что это значит? Это значит, что мы берем, сравниваем строки поэлементно и в который из них встретился больший элемент первым, то есть они были равны, равны, равны. Ну давайте а, b равно qrt qsdf. Вот. Сравнение происходило так, ну давайте нам на больше и меньше. Были сравнены нулевые элементы наших строк, они равны. Были сравнены первые элементы наших строк, они равны. Были сравнены вторые элементы наших строк, они равны. Были сравнены третьи элементы наших строк и выяснилось, что они не равны. Здесь написано r, а здесь написано s. И в с этом сравнении нам пришлось сравнивать r с s на больше либо меньше. Вот. И тут действует некоторое общее не некое общее правило, которое говорит о том, что если это буквы, то эти буквы идут в алфавитном порядке. И соответственно буква такая-то больше буквы такой-то. Буква r меньше буквы s. Собственно, что мы и видим. Вот. Если это какие-то символы, то в действительности вообще все символы в питоне упорядочены. Каждый имеет свой порядковый номер. Да, ну например, почему, почему, допустим, символ дебячка меньше, больше, чем символ процентики. больше. Почему? Потому что все символы в питоне упорядочены. Вот, каждый из них имеет порядковый номер. Его можно спросить у питона, сказать, орд от бебячка. Порядковый номер порядковый номер бебячки это 64, а порядковый номер процента меньше, 37. Поэтому символ бебячки считается, он же собачка, считается больше, чем символ процента. Да, вот, слово лексикографическое сравнение, кажется, уже пару раз произносил за сегодняшнюю лекцию, произнесу его еще два раза. Лексикографическое сравнение. Вот. Соответственно, если при поэлементном сравнении все элементы равны, а некоторая пара оказывается не равна и один из элементов больше, то и соответствующая строка считается больше. Вот. Если же почему символ ё меньше буквы а, давайте попробуем, посмотрим орд от ё. Орд от а. а. Действительно. Нет, неправда. Орд от ё больше, чем а. Ну-ка. Фолс. Ой, как интересно. Орд от латинская а. Орд от латинская а. Орд от латинская а. Очевидно, что ё больше, больше латинского а. Намного. Ну, кстати, тоже не меньше. Так что нет, вы что-то не там смотрели. Вот. На самом деле, там тоже встречаются свои косяки, потому что не все алфавиты можно... Нет, хекс-кейтер, видите, для русского и для английского а всё это неравенство одновременно верно. Не все алфавиты, вообще говоря, линейны, потому что бывают всякие странные знаки, всякие странные буквы, которые встречаются непонятно где. Эта индексная таблица, кажется, Unicode. Влас. Если мне не изменяет память. Но, в общем, в данном случае мы так глубоко заходить пока не будем. Ещё более интересная штука. Опять-таки, в строках она сложнее, чем в остальных местах, но мы начнём со строк, потому что они веселее. Вот. Это проверка принадлежности под строки-строке. Смотрите. Вот у нас есть строка под названием... В которой лежит что-то. Вот. И мы это что-то хотим проверить, а не содержится ли у нас, допустим, словосочетание вот этого FVB в А. Давайте мы для красоты сделаем не так, а сделаем большими буквами. Вот. И мы можем сказать YERT IN A. False. Не содержится в строке A последовательности YERT. Ну, правда, не содержится. А вот EWRT содержится. Это уже реализованный за вас алгоритм. Если не ошибаюсь, алгоритм DxR пользуется для этих случаев. Вот. Который проверяет наличие под строки в строке. И это завернуто в красивую операцию IN, которая, как видите, тоже является операцией сравнения, потому что она возвращает false или true. Мы, в данном случае, не сравниваем, а проверяем свойства. Содержится ли эта под строка в этой строке. удобно для того, чтобы решать задачи, связанные с реальным миром. Вот. Надо сказать, что совершенно необязательно здесь должны быть буквы английские. Могут быть какие угодно буквы. И вот. Вот, видите, да? вот такой вот а еще обратите внимание на то что понятное дело большие и маленькие буквы различаются но уже привыкли к тому что большие маки маленькие буквы различаются это кстати было слово существует и неправильно рисовал вот так надо было нарисовать почему бы нет да любые символы могут я бы даже больше то скажу в строке могут встречаться символы которые вообще не печатные то есть который невозможно вывести на экран например сейчас я попробую это сделать у нас есть функция орды которая выводит порядковый номер символа кстати обратите внимание функция орды должна применяться только к строке длиной длины 0 видите длины 1 мы не можем написать орд от пустой строки мы не можем написать орд от строки в которой больше одного символа только с только строка длины 1 может быть передана орду так вот есть обратная функция которая называется chr которая может наоборот она вам сейчас выдаст символ чей порядковый номер на равен чему-то ну например 1024 это е с окутой видите там на строчный какой-то комментарий вот окей давайте какую-то русскую букву введем они не с окутой до 1000 ну скажем 70 60 вот это русская буква ф допустим просто 60 это клавиша меньше 060 а 0 8 да вот так вот ну 0 0 60 это если кто не узнал это восьмеричная константа в питоне равные дайте подумать 6 8 48 я думаю вот и соответственно символ с кодом 48 это вот так вот мы можем попробовать взять и вывести какой-нибудь символ вернее с помощью функции chr пройдите какой-нибудь символ ой он напечатался но хорошо 17 о пожалуйста мы породили какой-то символ который напечатать на экране просто нельзя вот и что нам вывела в результате нам было специальное специальной форме нам сказали знаете что это какой-то символ у которого 16 личный код равен 11 узнавание порядкового номера символа среди всех символов на связи да и выдача соответственно символ порядку многом таким не планировал это сегодня говорить в лекции но видите пришлось кстати вот тут мой любимый же этот вот этот вот мой любимый интересно я не знаю какую-нибудь порядку надо давайте посмотрим орд орд от серпа молот 97 973 вот такой вот ну именование строк это здесь для по форму вставил конечно же строками являются самые быстрые строки являются самыми обычными объектами разумеется их можно связывать именами также как и все остальные объекты в питоне вообще все вот мы это уже с вами делали поэтому это не так интересно обсуждать поехали дальше а вот дальше начинается та часть про которую я говорил что она несложная но на самом деле она довольно важная потому что мы в первый раз в питоне встречаемся с последовательностями строка является последовательностью последовательностью вот таких вот символов вот правда мы в питоне не можем в питоне нету отдельного понятия символ просто нету в питоне все строки да значит вот у нас есть строка допустим какая там было c вот а вот это пожалуй правда тут вот барс наконец вспомнил что буква йо действительно состоит стоит в кодировке после буквы я но знаете буква вот такая буква например стоит перед то есть буква йо считается буквой с надстрочными с надстрочными с надстрочной диактрика и поэтому не входит в основной алфавит вот и все и кратко же стоит на месте вот значит вот нас есть строчка c монаш любимая да мы можем взять и попросить у строчки c ее нулевой элемент ну любой элемент строчки c это символ для любого но как видите как видите само возвращаемое значение когда мы вот так вот в квадратных скобках говорим дайте нам нулевой элемент она оказывается тоже строчкой вот в питоне нету понятия отдельно символ отдельно строка и элементом строки является внимание строка просто единичной длины это ну такое рекурсия да вот потому что если мы сейчас сделаем что-то типа такого с ну допустим 5 но только c 5 нам вернут строку да просто на единичной длины от этой строки можно взять нулевой элемент от этой строки тоже можно взять на любое мент и так делать можно до бесконечности почему потому что операция взятие элемента строки возвращают строку от которой тоже можно взять элемент строки что наводит нас на мысль что вот эти квадратные скобочки это на самом деле совсем никакая не таинственная штука а именно что некоторая операция взятие одного элемента по номеру она же операция индексирования так она и есть вот и эту операцию индексирования можно пытаться применить вообще ко всему что шевелится в питоне просто в некоторых случаях вам будут говорить что это сделать нельзя ну например если у нас есть какое-нибудь число числе нет не число число это тоже не число n число попытаться применить к нему операцию индексирования будет нельзя потому что ему скажут что он не индексируется не индексируется обратите внимание на то что вам скажут что что объект ваш н не индексируется только в тот момент когда вы попытаетесь взять от него 123 или нет давайте мы это отдельно посмотрим в программе смотрите и он равняется 100 500 print c равняется print n m равняется n 125 ошибка print m это программа начнет выполняться интер суть питона как интерпретатора состоит в том что синтаксически все эти картин все весь этот текст абсолютно нормальный здесь нет ничего такого что противоречило бы питону здесь написано про то что у нас есть константа 100 500 мы ее именуем именем вызываем функцию с которой передадим объект на который ссылается имя n ну вот потом у нас есть констант потом мы попытаемся взять 123 элемент этого самого объекта n обязаем именем вводим и вот в этой строчке возникнет ошибка потому что на самом деле нельзя у целого числа не взять 123 или вот она обратите внимание что print 100 500 у нас отработал до этой строчки все отработало нету кнопочку вот эту кнопочку до до 2 строки все отработало а 3 строчка у нас отвалилась вот точно так же если вы помните ведет себя питон когда в какой-то момент встречают синтаксически валидное имя которое просто отсутствует в пространстве имен и поэтому это им не работает а вот если я здесь напишу м то у нас ошибка возникнет вот во второй строчке почему потому что к этому моменту никакого имени m у питон еще не знает вот пожалуйста видите во второй строчке он говорит что нет такой вот итак попытка индексировать не индексируемые это такой же runtime ошибка как и большинство ошибок в питоне она возникает не в процессе анализа исходного кода в процессе уже его выполнен вот индекс в строчке давайте посмотрим длину строки можно посмотреть ну и только не с а как она там называлась c c нет а мы же все все тут запустили там извините извините сейчас найдем ну вот это допустим только не это вот вот длину строчки можно узнать с помощью функции len 14 и тем самым мы можем понять в каком диапазоне у нас меняются номера порядковые номера элементов внутри строки до начинают нуля и заканчивать тринадцатью включительно это кстати общее свойство всех питоних общее свойство всех питоних диапазонов скажем так за очень малым исключением в них начальный элемент включается мы с этим уже еще встретимся минимум дважды сегодня а конечный метод не включается да значит c 0 существует c 13 существует c 14 не существует видите индекс out of range вот фишка еще такая веселая в питоне состоит в том что вы можете использовать и в качестве индекса отрицательное число c минус 1 что это такое c минус 1 это последний элемент вашей последовательности соответственно минус 2 предпоследний минус 3 3 с конца такая вот забавная штука вот довольно интересно потому что тем самым вы можете не заморачиваться каждый раз вот этой арифметикой что-то типа c лен лен вот c плюс 1 минус 3 нет ошибся вот пожалуйста типичный of by one вот видите даже любой человек имеет право сделать ошибку типа of by one то есть ошибка на единицу немножко перепутав как там соотносится длина вашего вашей последовательности и а диапазон ее допустимых индексов ну вот тот нетерпеливый бив кубева хочет чтобы про срезы поговорили поговорим про срезы но сначала все-таки поговорим про цикл у нас прошлый раз были циклы с явно указанным условием цикл вайл работает с явно указанным условием давайте вот что давайте мы сымитируем сейчас то о чем будет дальше идти речь и равно нулю вайл и меньше вен от c print c и d так что я сделал неправильно как обычно я пропустил изменения в цикле помните каноническую схему цикла нарушил товарищ лектор в канонические схемы цикла 4 пункта а мы сделали три инициализация проверка условий тела изменения забыли молодцы окей давайте еще раз инициализация изменение условия проверка условия вайл и меньше лен отцы тело изменения и плюс равно 1 вот другое дело такой глупый вопрос а что они все у меня через две строчки напечатались вопрос глупый потому что на самом деле они просто тут все и через пробел на самом деле тут напечатано для любого дальше пробел перевод строки вот сейчас видите они не увидеть но вот этот пробел его можно даже выделить вот дальше выделить нельзя а вот а здесь выделить можно он тут вот есть поэтому это просто print пробел перевод строки в этот вот в том месте где у нас здесь 2 символ подряд непробельных вот они вывелись 1 и 2 так вот я о чем очень часто бывает что нам не нужно для работы с последовательностью заморачиваться ее индексированием то есть нам не нужно вот не это не вот это нам нужно всего лишь все элементы нашей последовательности например в данном цикле если мы хотели вывести все элементы последовательности на а стандартный вывод совершенно не обязательно было заморачиваться индексированием можно было использовать другой формат цикла for bars так как по канону полагается смотрите инициализация проверка условия тело цикла изменения почему так полагается по канону бар спрашивает почему изменение после тела потому что вы сначала работаете внутри тела цикла с тем контекстом для которого вы только что проверили условия но верно а потом меняйте контекст если вы сначала измените контекст сразу после проверки условия не исключено что после этого он станет как раз негодный для условия а вы с ним будете работать то есть в такой форме в канонической схеме цикла у вас после проверки условия вы работаете с тем что проверили а если мы поставим изменения раньше мы будем работать с тем что еще не проверили окей значит так вот для этой для этой вот конструкции есть более простой способ и этот способ называется цикл for for c унице там sim пинцы принцем вот это просто другая форма цикла которая кстати сказать соответствует примитивно-рекурсивным функциями в общем в эти теории рекурсивных функций это совершенно не относится к давно вот это другая форма цикла который говорит у нас есть последователю на размер а может быть и бесконечного размера это неважно кстати но мы еще нескоро датка дает у нас есть последовательность и мы берем все элементы этой последовательности проходим по ней по последовательности так же как мы вот здесь вот это делали но просто прямо по самой последовательности проходим и связываем поочередно сначала нулевой элемент этим именем сим потом первый элемент потом 2 потом 3 ну и так далее до последней обратите внимание на то что объем кода у нас сократился в два раза вот что в такой форме цикл уже не обязан бы соответствовать канонической схеме в нем не четыре не четыре секции а две и это потому что у нас все все три секции служебные объединены в этой строчке в этой строчке у нас записана и инициализация и изменения и проверка условия смотрите инициализация состоит в том что мы готовимся там внутри себя перебирать нашу последовательность поэлементу даже заводим имя сим не знаю заводится она или нет возможно нет проверка условия состоит в том что в нашей нашей последовательности c еще остались элементы и дальше мы обзываем соответствующий элемент последовательности c обзываем именем сим и выполняем тело изменение состоит в том что мы берем следующий мы берем как бы следующий элемент последовательности c проверка условия состоит в том что мы проверяем а есть он или нет и если его нету мы выходим из цикла если он есть мы продолжаем вот такой формализм такое упрощение стандартного цикла для последовательности с учетом и кстати сказать если вы когда-либо изучали какой-нибудь такой старый язык программирования типа паскаля и бейсика то в нем есть отдельная форма похожая на то что мы сейчас с вами делаем называется цикл со счетчиком вот имитация простейшего цикла со счетчиком выполняется очень просто мы пишем for и in range вот скажем 10 print и вот не обязательно print я тут все время пишу print понятно и давайте давайте напишем что-нибудь другое там не знаю вот здесь напишем вообще давайте вот все по-другому сделаем с равняется стопе нулю for и in range под 10 с плюс равно и вот мы посчитали сумму арифметической прогрессии на 10 элементов стартовым элементом с нулевое и превращением единицы вот так называемые треугольные число 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 ватс плюс 6 7 плюс 8 плюс 9 треугольное число внутренностью цикла for может быть что угодно как у обычного цикла все так же как в обычном цикле за исключением того что у нас имя пробегает вот эту последовательность нетрудно догадаться что range это такая последовательность но в отличие от строки это последствия вычисляется мы говорим допустим допустим смотрите р и равняется range от 10 ну последовательность это такая вот если ее пробежать она будет отдавать значение 0 1 2 3 4 и так далее 9 понятное дело это арифметическая прогрессия понятное дело что поскольку арифметическая прогрессия обладает свойством вычислимости ее членов хранить ее в виде последовательности 0 1 2 3 4 и так далее 10 в памяти нет никакого смысла нас нам объект range сам все на все что надо вычислить как последовательность вот он кстати индексируемый что интересно мы можем от него тоже узнать там допустим 5 элемент этого самого раньше немножко про раньше раз уж зашел про него разговор имеет смысл продолжить range у нас бывает не только не только сам от нуля до чего-то но сначала мы концом например от 10 до 20 вот давайте мы его напечатаем да только не не вот так вот а вот так вот его напечатали вот bars абсолютно любой объект питона может быть назван именем бар спрашивает можно ли раньше записывать переменную что угодно можно записывать переменную потому что внимание в питоне нету операции записи переменную мы делаем в питоне по-другому мы заводим какой-то объект а потом его именуем внутрь р ничего не записывается забудьте эту этот формализм он не для питона ничего не записывается внутрь переменной r r это просто имя которое именует произвольную структуру в питоне который мы мы конструируем например мы конструируем структуру типа range кстати какой тип не типа range вот ну и ее можно разумеется назвать какой-нибудь и каким-нибудь вот смотрите вот нам говорит что теперь это range от 10 до 20 а еще мы можем сделать например от 10 до 20 с шагом 3 что получится в общем то что мы ожидаем 10 13 16 и 19 кстати сказать всегда не включая последний элемент даже если здесь написать скажем 21 вас for in range до 21 с шагом 3 все равно 21 естественно не влезет до всегда все все диапазоны в питоне не включают последний элемент мы это уже знаем ну вот мелкие извращения они обещаны в самом конце лекции но я не удержусь и буду мелко извращаться прямо сейчас состоят в том что басса вы попробуйте как-нибудь на досуге мне кажется что нельзя это по моему это целочисленная штука вот бар спрашивает можно ли там флот хранить мне кажется нельзя с флотом же есть неприятности раз то что дайте мне самому интересно но я боюсь что нельзя да нельзя мелкие извращения как и обещал состоят в том да 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 состоят в том что шаг этого рейнджа может быть отрицательный вы только должны написать в правильном порядке например от 21 до 10 с шагом минус 1 давайте так сделаем вот 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 не так вот так вот вот как видите цикл запустился в обратном порядке ну потому что рейндж наш идет от 21 до 10 с шагом минус 1 обратите также внимание на то что в правильном в том в прямом порядке на первом значении было 10 а последним 19 а в обратном порядке 21 а последним 11 то есть ну там на самом деле 20 то есть идея состоит в том что опять-таки первый элемент нашей последовательности включен а последний 10 не включен что касается цикла for то в нем есть все те же плюшки что и в цикле while а именно break continue и else помним про клаузу else к циклу которую в питоне очень удобно использовать для например алгоритма поиск 1 давайте сейчас мы это дело запрограммируем сыр равняется и тут обратите внимание на то что я не преобразую тип импута потому что по умолчанию нас вводится строка и мы сейчас работаем со строками и реализуем пир поиск первого for и вот c допустим in s if и да естественно что мы сейчас пишем дешевую дешевую пластиковую имитацию операции in вот for и с равняется принц вот и break и в точно так же как значит напоминаю что это цикл for в котором нету четырех частей а все части служебные убраны в заголовок цикла и точно так же как в случае цикла вайла мы проходя по с нашли значит мы написали print и вышли из цикла и нам нужно теперь обеспечить место в нашем коде когда мы вышли из цикла не по брейку а потому что с кончилось до по концу цикла вот это место которое выполняется только в этом случае это место называется клауза else к циклу данном случае к циклу for вот такая вот такая вот программка да значит еще раз такой же break такой же continue все как все как у людей давайте давайте попробуем но мне кажется что ничего там такого вводим строчку не вы вводим строчку вот 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 вам поиск первого поиск первого реализованный с помощью else и break а вот пример continue давайте я все таки приведу чтобы закрепить разговор про циклы значит допустим мы имитируем и это очередная дешевая пластика имитации чего расскажу буквально через несколько минут значит мы имитируем подсчет нужных символов и сравняется input как обычно не ни во что не превращаем потому что и так уже строка будем искать всю ту же букву и каунт равняется нулю количество букву и по умолчанию 0 for c in s if c не равно и не равно и сказал continue вот мы естественно могли написать нам по-другому надо были написать если c равно и каунт плюс равно один да я сейчас просто иллюстрирую как работает каунт значит как он как работает continue continue работать следующим образом мы а давайте еще вот вот так сделаем нашли на принц нашли вот вот теперь мы точно немного значит смотрите в случае если а вот давайте так сделаем if c ну ладно как какая разница короче вот написала написал я просто подумал что можно более хитрый пример сделать но уже поздно значит давайте проверим что инвалид синтаксис где инвалид синтаксис а вот здесь инвалид синтаксис да так ничего не сказал вот обратите внимание на то что вот эти строки выполняются только в том случае если мы не вывалились из не выполнили этот самый оператор continue оператор continue немедленно возвращает нас на начало цикла прямо вот отсюда вот сюда вот и соответственно все вот это оставшееся тело не выполняется удобно когда мы проверили некоторые дополнительные условия выяснили что это условия ну скажем не выполняется и значит нам не надо делать то что у нас еще в теле цикла запланировано вот повторяю мы могли бы написать программу проще мы бы могли написать и в c равно и вот это все фигню сделать но вот почему то я решил так это вполне достойно время вот дополнительные темы на сегодняшний день называется строковые методы тут нам нужно внезапно себе еще одну новую такую штуку для нас для питона освоить вот который называется методы про методы мы будем отдельно говорить много и аккуратно а сейчас будем говорить мало и не аккуратно фишка вот в чем у нас на самом деле помните мы пользовались функции dear которая показывала все имена которые мы успели определить в данном контексте глобальном в нашей работе так вот в действительности внутри каждого объекта в питоне есть свой собственный контекст свой собственные пространство имен которые можно посмотреть например если мы заглянем в строковую переменную в строковый объект да вот он вот в с вот с но мы увидим что внутри значит объекта самого есть много разных имен имен которые говерны что-то означают давайте посмотрим и с . ну допустим опер что это такой за объект он говорит что это метод и чем есть этим делать давайте проверим а может что можно вызвать как функцию можно ли тебя вызвать как функцию дорогой метод можно давайте вызовем ну может еще по нему help почитать вот help на альтер что во первых у него нет параметров во вторых он возвращает копию нашей строки в верхнем регистре как интересно ну-ка что мы сделали вот здесь мы посмотрели на сам объект альтер что мы сделали вот здесь вызвали его как функцию потому что он и есть функция ухты и тут до нас начинает доходить первое что существует иерархия вот таких вот имен внутри других имен внутри других имен в языках программирования в частности в питоне и в питоне она повсеместно и только из нее все и состоит это иерархии называется инкапсуляция если мы в этом семестре дойдем до объектного моделирования мы про него поговорим а в больших лекциях питона мы точно про него поговорим то есть мы можем какие-то другие вызывать функции да там не знаю капиталайз ой . с . но не знаю ну а пускай будет капиталайз почему бы нет вас большой буквы стал писаться во вторых за нас случай строк написали вот такую пачку методов в которые все чего-то умеют можно сходить на dogs python work и почитать на эту тему большое количество всего вот они все вот этот капиталайз который мы только что вы вызвали с вами да вот у нас там этот самый айпер там в конце должен быть который в конце где он там апер апер вот апер который мы только что вызвали и еще всякие вот большая часть из них весьма простые вот ими можно пользоваться ну не знаю ну например стрип мой любимый который удаляет лишние пробелы смотрите сначала из конца вот если у вас в строчке существует лишние пробелы сначала из конца вот она ну допустим принт 1 с 2 давайте чтобы было видно тогда не 1 из 2 вот скажем вот так то что вот 1 с вот эти пробелы просто плохо написаны и все эти пробелы с обеих сторон удаляться вас и тогда будет вот этот принт будет более красиво собственно ради чего это все и затеялось есть всякие штуки которые начинаются на из и проверяют вот их много видеть на из проверяют некоторые свойства нашей строки буква является ли она или является ли она десятичной цифрой просто цифрой является ли это строка идентификатором то есть состоящим из букв цифр символов подчеркивания не начинающийся цифру вот состоит только из нижних букв из верхних ну и так дальше в общем вот проверочные ну давайте что-нибудь такое допустим а равняется раз два три да там является ли она число а . из номер является а если мы напишем с точкой вот так не является она видимо считает числом только целое число а вот так тоже нет видимо все таки речь идет о числе даже без знака вот тогда почему ты и чем из дигит не равен ну надо читать из номерик понятно это какая-то хитрая хитрая видите хитрая отсылка к юникоду что не только цифры являются не умерика еще какие-то вульгарная 1 5 тоже номер нюмерик окей плохую функцию выбрал вот а вот какой-нибудь из ловер или запер вполне понятно что говорит или там из 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 дигит вот да . из из идентифайр давайте проверим это это интереснее из идентифайр фоллс почему потому что а начинается на цифру а так нельзя а если написать вот так вот что-то типа с а дальше что угодно нет ни что угодно вот так тоже из идентифайр будет будет true вот проверочные 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 методы которые можно использовать в а нам пора переходить следующей теме который можно использовать в вот есть более сложные методы единственное что я хотел еще сказать про метод это то о чем мы тут дешево дешево пластиковые имитировали вот а именно метод каунт смотрите вот это той из-за чего мы вообще все затеяли вот у нас есть строчка а ну где у нас неважно какая строчка равняется а равняется и в ней можно посчитать сколько в ней встречается больших букв и например или сколько не встречается словосочетание фы буквосочетание больших букв и у нас пять штук 1 2 3 4 5 а буквосочетание фы у нас три штуки вот вот и вот каунт вот примерно такое что мы сделали но чуть более сложные как видите как видите он умеет считать вхождение по ци количеством под строк строк что более сложно так и здесь такая же штука да мы имитировали только вхождение 1 1 ну как бы строки из одного символа последняя тема довольно сложная я увлекся всеми другими темами надо было нее вот опять же мы слишком много сейчас этим заниматься не будем просто будем знать что это есть и будем упражняться на это тема называется секционирование или сечение как тут ее в чатике назвали вот дело в том что из последовательности в частности из строки можно сделать ее кусок давайте вот у нас сейчас равняется для наглядности этот кусок секция сечение последовательности производится таким же образом как и и индексирование с помощью квадратных скобок вот только внутри квадратных скобок надо через двоеточие указать начало и конец допустим с первого по четвертый элемент какие будут элементы сейчас у нас при этом сконструируется новый объект строковый вот он будет содержать все элементы исходного объекта с первой по четвертой с первого они с нулевого напоминаю что вся индексация в питоне начинается с нуля поэтому первый второй третий а четвертый объект не включится потому что напоминаю все диапазоны в питоне не включают конец диапазона то есть это будет строка длиной 3 начинающийся вот отсюда кончать заканчивать вот здесь эта строка обратите внимание как как и все остальное это просто строка обычно ее можно ну как бы обычная строка вот таким образом вы можете выковыривать из ваших строк кусочки вот и пользоваться именно свое удовольствие свое удовольствие как хотите у секции в отличие от от операции индексирования немножко другие свойства ситуации когда мы выходим за границы нашего нашей последовательности например так делать нельзя индексировать out of range то есть за границами последовательности нельзя кстати сказать это верный для отрицательных индексов так делать можно потому что есть такой элемент вот а вот так делать нельзя потому что такой элементами на то есть 12 из конца есть 42 с конца не а вот операция секционирования она вполне чувстве не чувствительно к подобного рода превышением границ просто по дизайну если вы указали диапазон который пересекается но частично выходит за границы нашей последовательности ее индексов это ничего страшного мы можем написать вот так и получим вот целую штуку вот маленькая загадка на сломание мозга если мы напишем вот так что получим ну казалось бы мы только что гарантировали что выход за границы нашей последовательности ничего не говорит и мы получим наверное тоже самое что от 0 до 400 то есть от 0 до конца ну конечно же нет потому что мы забыли про то что отрицательный индекс это минус 1 последний элемент последовательности мы сейчас получили собственно от последнего элемента до конца ну то есть до 400 тут кстати возникает вопрос а как нам написать ну не используя вот этого непонятное число 400 как нам написать что-то типа вот такое от а до лен от а да ну напоминаю что лен от а это что лен от а это длина нашей последовательности и ее элементы последовательности нумеруются от 0 до 17 включить там 17 нумерутся как нам написать вот без этого что сюда вписать мы уже видим что 0 туда вписать нельзя она скажет что она скажет что получится совсем другая картина минус 1 туда вписать нельзя потому что ну потому что не понятно это тоже последствия нулевой длины вот правильный ответ правильный способ это вот так просто не писать соответствующий индекс и соответствующий индекс будет просто умолчать можно даже вот такую картину написать будет точная копия нашего объекта а вот от начала до конца вот это вот микробаян такой да удар баян же вот так вот делается это баян а это микробаян микробаян такой он значит означает взять а от 1 от нулевого элемента и до последнего элемента вот у нас осталось пять минут опять на мелкие извращения тут некоторые любят мелкие извращения не знаю будут ли они в задачах можно может и будут кстати который состоит в том что подобно подобно рейнджу диапазон секционирование тоже может состоять из начала конца и шага то есть есть вариант операции секционирования в котором мы указываем еще и шаг а допустим от второго элемента до допустим тринадцатого шагом 2 смотрим нулевой первый второй элемент третий четвертый элемент пробел е пробел пятый элемент шестой элемент 4 е пробел 4 6 f h все вот не знаю зачем это нужно для строк такая вот катавасия но она существует вот ну и для того чтобы закончить с этим делом скажу что разумеется последовательность может быть отрицательная диапазон может отрицательный можно написать скажем от 13 до 2 шагом минус 3 и у нас будет все наоборот да значит х пробел 4 и можно написать что-нибудь вот такое от конца до начала шагом минус 3 вот что это означает когда мы говорим что шаг отрицательный значит вот здесь у нас конец здесь начало здесь шаг отрицательный вот это у нас будет просто переворачивание нашей строки задом наперед от конца до начала шагом минус 1 то есть умолчание когда мы указываем учитывается шаг если шаг положительные умолчание от начала и умолчание конца а если шаг отрицательный то наоборот дальше можете комбинировать как хотите насколько это все насколько это все применимо в реал-лайфе ни малейшего понятия не имею задачи которые я сделаю завтра они будут умеренно использовать эту штуку больше я буду все-таки упирать на циклы потому что цикла это важно вот вот собственно все темы на сегодня наши еще раз напоминаю что не делать пункт 0 домашнего задания можно только в том случае если вы уверены что вам и так все понятно у вас и так все получается и соответственно что вас получаются домашние задания на 1 2 3 4 вот если вы в себе не уверены хотите потрениться просто идете и трениться о тут бар задает вполне разумный вопрос о суперпозиции при вызове методов мы же не умеем это еще делать вот есть некоторые интуитивное понимание как это делать но хотелось бы увидеть как эту суперпозицию писать в реал-лайф смотрите давайте мы начнем с простого давайте мы начнем с обычных функций мы уже можем написать что-то типа print от бин от 3 мы вызвали функцию бин кстати напоминаю о забыл сказать у нас есть функция hex например который выводишь на стеричный вариант у нас есть функция стр который превращает все в строку что угодно превращает в строку вот у нас есть функция бин который превращает и у нас есть функции гинт который может превращать и арик мы знаем из числа в строк вот обратите внимание что у нас есть функции hex и бин и окт еще который восьмеричное число превращает 64 будет 100 внимание и hex и бин и окт возвращают строки то есть само число это число а то что возвращает эти функции это просто его представление да например бин с равняется бин от 1024 вот так вот с с нулевое с первое ну короче вы поняли меня да значит с второе эти функции возвращают строки просто данное число представлены в такой-то системе счисления в виде строки вот как видите мы можем hex скажем орд вот там не знаю ты наши любимые порядке номер как посмотреть его шестеричный вариант hex от орд вот и так устроена суперпозиция функций то что спрашивает барс это более другая хитрость хитрость стоит такая что вот у нас есть там вопросе например я лен лен от опер но лен от опер наверное не так интересно а вот ален от стрип наверное интересно смотрите и а сравняется допустим пробелы тубуляцию вставлю а тубуляция не вставляется пробелы и лен от с это у нас 21 если мы его по стрип им эту строчку стрип то строка то длина у нее уменьшится потому что пробелы справа и слева отрезаны лен от но разумеется как собственно и предлагает нам барс мы можем вполне написать вот так лен от сс . стрип вот ну и наконец если мы хотим сделать что-то типа сначала пострибать а потом превратить в аппер ну что-то типа такого с равняется вот так сс равняется стрип а сс равняется с . а то фактически это будет применение вот этого метода то и не сс извините вот так извините вот так вот то фактически вот эта строчка будет являться применением метода аппер к объекту который был порожден применением методы стрип к строке с извините вот тут вот какая-то безобразие дайте переделаю 1 2 3 и мы вместо той картины можем написать опять-таки применить одно к другому но именно в том виде в котором мы это сделали здесь то есть с . стрип . аппер вот понятное дело что как это как-то работает сначала вычисляется вот это выражение которое у нас скобочках она является строкой раз она является строкой к нему можно применить метод аппера получается вот такая вот ерунда я не знаю можно ли вот так написать можно можно вот ну в общем вы меня поняли вот мне кажется я ответил на вопрос барса еще вопросы если вопросов больше нет значит домашнее задание будет ну скорее всего завтра потому что там еще теста надо делать вот домашнее задание будет завтра но напоминаю если вы чувствуете себя неуверенно у вас на самом деле уже полно домашнего задания потому что у нас есть аж два урока в python tutor которые нужно прощелкать ну и поглядеть в соответствующую главу учебника все что вы хотите знать о функциях стандартных функций в питоне можно посмотреть в документации по питону ну а если эту функцию вы сами написали то его можно посмотреть в исходных кодах барс спрашивает где можно посмотреть полный список список всех параметров всех функций в документацию вот они вот тут давайте посмотрим про принт только нет это вот этот вот вот пожалуйста 7 иент у нее еще есть файл и флаж вот что делать файл флаж расскажу потом так что вот ответ я расскажу барс спасибо я расскажу про кей в мини буквально на следующей лекции по питоне я просто забыл про всю эту часть вот ну конечно можно help print надо все правильно петр говорит хорошо мне кажется пора уже расставаться давайте следующий раз у нас да 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 можно можно конечно можно петр вы увидите ровно вот это вот ровно это увидите когда напишите help print что будет следующий раз еще не знаю потому что у нас курс только разрабатывается но что-то будет все всего доброго всем привет спасибо и до свидания